Специально, чтобы ответить на вопрос, с какими настройками графики играл Роман в игре Зон Онлайн, записываю этот коротенький ролик, хотя я не играю сейчас в эту игру. В настройках видео, ну вот смотрите, разрешение экрана 1920-2080, качество графики пользовательское, так как я все установил под себя, сглаживание и солнечные лучи включены, качество теней среднее, фильтрация текстур 2, качество текстур среднее, постобработка низкая, качество воды, симуляция воды я вырубил полностью, потому что мне это не нужно, лишняя нагрузка на видеокарту. Какова вода в игре, ну не особо, это не важно, более того, ее не так много. Стализация объектов, деревья все среднее, плотность травы поставил высокая, яркость стандартная, дальность видимости на данный момент у меня стоит 400 единиц, когда я играл с дробовиком, вот этого значения мне хватало, когда я ставлю ВСС, то есть начинаю охотиться на других сталкеров и бегаю с ВСС, я дальность видимости увеличиваю, ставлю, ну вот примерно вот около 500, 600, от 600 до 800 единиц я ставлю. Я сейчас точно не могу сказать, потому что я не помню, последний раз я бегал 10 месяцев назад с ВСС, какая видимость у меня стояла, не помню. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать видимость объектов и игроков на дальнем, на далеком расстоянии. Все-таки ВСС бьет 180 метров, поэтому я должен видеть далеко. Вот эти вот цифры, они соответствуют действительности, по крайней мере так было год назад, то есть если стоит вот, например, 400 метров, это не значит, что я вижу объекты на расстоянии 400 метров, и ВСС бьет на 180 метров, то есть даже если я поставлю вот 200, это не значит, что я на расстоянии 200 метров буду видеть. То есть ВСС бьет дальше, нежели вот эта цифра, то есть эта цифра не соответствует действительности в плане метров. То есть ВСС бьет 180, вот если здесь стоит 200, это не значит, что вот на максимальном расстоянии, из которого я могу достать с ВСС, я буду видеть сталкера, совсем нет. Я сейчас точно не помню, но вот максимальное расстояние ВСС, которое бьет на 180 метров, и я вижу сталкера, это по-моему около 500 или 600 единиц. Сейчас точно сказать не могу. Значит, с дробовиком 400, с ВСС вот где-то так вот, 600-800. Так, звук на максимуме, управление стандартное, вкладка система, вот смотрите, скорость загрузки на максимуме, все здесь стоит, галочки показывать, все это дело. Далее игра, подсказки показывать, автобег, ну вот это вот все, так оно и есть. Так, здесь где-то была еще вкладка загрузка количества ядер процессора, но вот или ее убрали, или я перепутал со сталкером онлайном. Ладно, как бы там ни было, вот таковые настройки Романа в игре S-Zone Online. Ну и кому интересно, в моей системной характеристики оперативно 4 гигабайта, видеокарта GTX 650 и процессор даже не i-Core 3, а Quad. Так что, вот на таких системных настройках в игре у меня FPS следующие. Мой FPS зашел в игру, не заходил несколько месяцев, тут оказывается очки скинули, у меня персонаж двигаться не мог, поэтому пришлось перераспределить очки. Ну и вот в лагере эгида ученых локация Везувий, видите, бегаю по лагерю, и FPS 23, 25, вот 21 проседает, 26, ну вот в среднем 25 единиц здесь. Скажу, что при увеличении в настройках дальности, вот, дальность, видимо, если я ставлю больше, то FPS упадет. Ну, сейчас давайте, пронебанстрировать, наверное, не получится, потому что нужно будет, наверное, клиент перезагружать. Да, видите. Ну, скажу заранее, что FPS упадет. Ну вот с такими настройками в среднем 25 единиц. Все, коротенькое видео, с какими настройками Роман играл в S-Zone Online. Субтитры сделал DimaTorzok